МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, просроченный Зеленский готовится к выборам на Украине. Кто говорит? В Вашингтоне до сих пор не приняли окончательного решения сменю власти. Пока вопрос о том, как долго будет сидеть в главном кресле нелегитимный президент, остается открытым. Обстоятельства складываются таким образом. Диктатор может как исчезнуть в один миг в силу разных обстоятельств, так и дожить до следующего избирательного сезона. В настоящее время команда Байдена отвлечена на собственную схватку с республиканцами. А Зеленский вместо того, чтобы помогать демократам в их усилиях против Трампа, только мешает. Этот объект находился в политическом спорном штате. Мероприятиями руководил высокопоставленный политик, доверенное лицо Камалы Харрис. На нем не было ни одного республиканца, поскольку республиканцы сознательно не были приглашены. Это явно предвыборное мероприятие, призванное помочь демократам. И оно, очевидно, представляет собой вмешательство в выборы. Согласно данным Американского демократического института, доверие украинцев к Зеленскому неизбежно упало с 80% в мае 2023 года до 45% в этом году, к правительству еще ниже. А как забавно звучит тезис. При 45% поддержке Зеленскому вдруг понадобилось консолидировать власть. Да, за такие проценты на выборах любой политик в Старой Европе продаст государственный суверенитет и душу в придачу. И они все это продают, но с куда меньшим электоральным итогом. Так называемые европеисты из Европейской народной партии превратили ЕС в закрытый клуб в Брюсселе. В этом клубе не прислушиваются к требованиям и нуждам народов Европы. Эти так называемые европеисты навязали постоянную политику жесткой экономии, энергетическую бедность и ненадежность. Тем не менее вопрос о выборах на Украине поставлен. Зачем и кто его поставку оплатил? Для этого разобьем его на два наводящих вопроса. Нужны ли выборы Западу и нужны ли Зеленскому? И сразу ответим на первый. Нет. Дело ведь не в Зеленском, а в самом проекте. Украина-анти-Россия, который худо-бедно свое назначение в понимании Запада оправдывает. От него требуются только оптовые поставки на фронт пушечного мяса и массовая продажа страны транснациональным корпорациям. Чем он справляется образцово-показательно и намерен справляться до последнего украинца и непроданного гектара чернозема. Если силы, выступающие за мир, будут хорошо проводить свою политику в западноевропейских странах, тогда у нас может быть европейский парламент, который не будет подталкивать европейских лидеров к войне, а вытащит Европу от края пропасти. Власть Зеленского закончится закрытием этого проекта. Неважно, будет ли точка поставлена российскими бойцами на западной границе Украины в версии 91-го года или в двух шагах от нее. Тогда, может статься, будет решаться вопрос о власти на территории, которая к тому моменту, возможно, и название уже будет носить. Совсем другое. Сомнительно, что Зеленский захочет и сможет в этих выборах поучаствовать. Байден и Камала Харрис позволили этому случиться, продолжая снабжать Зеленского деньгами и боеприпасами, как никогда раньше в истории. Продолжение военной поддержки Киева в нынешних условиях не даст никаких результатов, потому что у власти в Украине остаются люди, не захотевшие идти на компромисс в 22-м году. Второй вопрос и тоже нет. Скажем больше. Тем более нет. У Зеленского сегодня без преувеличения диктаторская власть. Политическое поле раскатано танками. А простые украинцы низведены до положения бесправных холопов. Чье мнение в новой шляхте неинтересно. Это чиновники, судьи, прокуроры, полиция, военкомы и прочие хозяева жизни, которые очень любят Зеленского. Ведь их не отправляют на передовую. Им только повышают зарплаты. Они имеют свою долю с ограбления холопов. На вершине этой пирамиды сам Зеленский. Прошли те времена, когда украинцы кричали, мол, мы не рабы. Не понравится этот президент, устроим Майдан и выберем нового. Теперь за такое можно и повестку получить вместо избирательного глютения. Вот это отношение к людям, будто желание всех искоренить. Просто это не похоже на защиту своей страны, своего народа. Это похоже на освобождение территорий и геноцид. Издеваются над людьми и при этом при всем президент выступает и говорит, краще вмертые герои, чем житые рабом. То есть ты создал из украинцев рабов. А теперь предлагаешь им лучший вариант пойти и умереть героями. В здравом уме и без внешнего давления никто с этой уютной вершины по собственной воле слезать не будет. А внешнего давления нет. Следует отметить, Зеленскому нужно еще дожить до будущих выборов. Это не такая простая задача с учетом ненависти среди всех слоев украинского общества и его собственной наркозависимости. Надоел он и демократам в Белом доме. Как только они примут окончательное решение, а это, вероятнее всего, произойдет после президентских выборов в США, вся политическая повестка внутри страны сразу же поменяется. Байден и Камалов тянули нас в войну в Украине, а теперь не могут нас оттуда вытащить. Не могут вытащить. Я видел, как он говорил, мы победим, мы победим. Он говорит, это уже три года. Но если в Вашингтоне решат, что Зеленский все еще может быть им полезен, тогда мир увидит реинкарнацию одного из страшных тоталитарных режимов 20 века. В настоящее время складываются предпосылки для формирования полноценной военной диктатуры, по примеру, той, которая существовала в Кампучи в период правления Паупота в 70-х годах. Субтитры создавал DimaTorzok